Зоя Николаева провела в блокадном Ленинграде меньше года. Однако это не помешало маленькой девочке ощутить на себе все тяготы и лишения войны. Во время эвакуации она попала под немецкую бомбардировку и увидела первой в своей жизни бой. Эти картины Зоя Николаевна помнит до сих пор. Все горело, все. И постройки, и поезда, и вагоны, и люди бежали, и солдаты запрыгивали к нам. Покинуть город в первые месяцы удалось не всем. Виктор Бич в кольце врага пробыл до 1943 года. В 7 лет он весил всего 20 килограмм. Признается, очень боялся, что чувство голода никогда не пройдет. Во-первых, кушать нечего было. Совсем нечего было. Хлеб давали по 125 грамм. У нас Ленинград был завален. Все улицы были завалены трупами. Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней. От голода и обстрелов погибло свыше 600 тысяч человек. Город не раз стоял на грани. Усугубляла обстановку постоянная агитационная работа со стороны эсэсовских летчиков. С воздуха они сбрасывали листовки с призывами сдаться. Советское командование отвечало плакатами. Они сыграли важную роль в поддержании боевого духа осажденных. Например, плакат «Воин Красной Армии и Спаси». На нем изображена женщина, защищающая своего ребенка. И на них направлен фашистский штык. Плакат выполнен в двух цветах, в черном и красном. И именно красный цвет на фашистском штыке, на ноже. Таким образом подчеркивалась кровавая сущность врага. Сегодня в Оренбуржье проживает 50 блокадников. Несмотря на все невзгоды прошлого, эти люди сохраняют выдержку и веру в лучшее. Вячеслав Камп и Игорь Бероев. Новости дня.